Природа живает и создает особое чудесное настроение. Город наполняет предпраздничная атмосфера, все в ожидании. Храмы украшают, готовят к главному христианскому событию – светлое воскресение Христова. Важно подготовить мир не только вокруг себя, но и в душе и теле. Молитва, пост, исповедь и посещение богослужений – это и есть главная, основная подготовка к встрече праздника, чтобы это было как разговор с Богом. Символ праздника – кулич. Часть хозяек не доверяет масс-маркету и печет самостоятельно. В копилке у каждой семейный бабушкин рецепт. Вот только булки – дело хлопотное. Современные пекарни всегда рады подставить плечо. На выбор широкий ассортимент с самыми разными наполнениями, украшениями и добавками. Предлагаем нашим покупателям дорогим куличи пасхальные, такие в большом формате, для себя. И вот такие вот на подарочки. Маленькие куличики, они абсолютно одинаковые. В этом году три варианта у нас – вишня-шоколад, клюква вяленая и изюм-цукаты. Также на подарочки берут еще вот такие печеньки «Хаве Христос Воскресе» для крестников обычно. В преддверии большого события милиция МЧС «Скорая» переходит в усиленный режим работы. В местах массового скопления людей необходимо проявить бдительность. Помните, что при посещении храмов и церквей необходимо быть осторожными с открытым огнем и свечами. Женщинам рекомендуется плотно завязывать платки и убирать волосы. Если вы берете с собой в храмы детей, то присматривайте за ними, держите на безопасном расстоянии, смотрите, чтобы они не баловались с огнем. Придя домой, поставьте зажженные свечи, несгораемые подсвечники и не оставляйте огонь без присмотра. Уже в эту субботу в половину 12 ночи во всех храмах начинаются праздничные службы. Они пронизаны духовной радостью Воскресения Христа. Подробный список богослужений вы можете найти на сайте Боборлайф. Никита Швайковский, Максим Калинин, Бобруйск, 360.